Света и Вика Получается, что Вика и Дима, которые учатся в обычной школе, питаются бесплатно. А за завтрак и обед ребенка, который учится в коррекционном классе, заставляют платить. Питание в младших классах нынче дорогое. Больше тысячи рублей в месяц. Такие расходы для семьи Баталинах не по силам. Мать растет детей. Одна. Это очень много для нас. Мы даже старшую хоть зимнюю обувь пойти и купить надо. Это не остается у меня. Мы решили обратиться к руководству 21-й школы и узнать, на каких основаниях они формировали списки льготников и почему многодетная семья не вошла в их число. Однако от комментариев они отказались, но пообещали разобраться в этой ситуации. В России не существует общего нормативно-правового акта, который бы устанавливал перечень детей, имеющих право на получение бесплатного питания в школе. Он устанавливается в каждом регионе отдельно. Но, как показывает практика, обычно право на бесплатную еду получают дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети, родители которых имеют первую или вторую группу инвалидности, сироты или дети, находящиеся под опекой. По каким критериям будут составлять списки льготников в Нижнекамске, мы узнаем чуть позже. Управление образования обещали прояснить ситуацию на следующей неделе. Регина Суриманова, Рафаэр Акипов, Новости Татарстана.